короче заехал я 5 какую-то жопу они закрыты время 12 07 что-то мне подсказывает что они ушли на обед мне один раз уже так повезло я привез машину пошел ее сдавать время было две минуты после 12 и они ушли на целый час на обед до часу и мне пришлось целый час сидеть машине я смог ее сдать потом а сда сдача была буквально пять минут а кто-то там есть пойду спрошу как кстати обед по-английканский панчи точно ланч 0 сейчас узнать хоть какие-то мекасы все битые такое прикольно одно битие битие мое понятно значит там просто никого нету значит там просто никого нету сейчас я знаю ну о кстати это белая тоже charger это полицейская машина там даже вон значок впереди вот таких машинах полицая ездит да и вот наклейка была шериф то есть интересно у полиции есть несколько марок машин которые они чаще всего используют это вот такие вот доджи чарджеры потом я видел доджи челленджеры ну конечно они другие спорят эти вот чаще всего а вот такой вот тоже черный дочь который стоит старого типа образца вот такие на таких они тоже многие ездили мужик попросил меня перепарковаться то есть я стоял на той стороне попросил встать на эту сторону что кстати тоже классно потому что здесь такой тенек вы даже не представляете на улице 32 градуса жары вот я встал мне сейчас нужно машину это освободить то есть я покажу они фиксируются вот такими вот ремнями вокруг соту проехал молодец вокруг колеса так-то не фиксируется и крепятся все четыре колеса ну я как бы закупил тут три там много чего выгорело машина не такая тяжелая шутка конечно и просто было лень четвертое колесо крепить в общем как то так сейчас я ее освобожу сейчас я тебя освобожу короче я заработал со первой тикет еще цена я сeties повторимо 50 day i wanna give you chances i wanna give you a warning just for today the next that way i see you're located that you loaded or something you're doing we're gonna get a ticket okay okay thank you so i saw i saw this as an oak in here and i asked the man yeah where can i park i wanna i wanna drive Нормально ты должен идти, это что я хочу. 0$. Следующий раз ты получаешь тикет. Спасибо. Будьте внимательны в этом месте, потому что я всегда приходил здесь. Всегда приходил здесь. Хорошо? Спасибо, господин. Добрый день. Вы тоже, господин. Прикиньте, ё-моё. Мне прописали тикет в 0$. Тут, короче, прикол, что справа слева стоят знаки, нельзя парковаться. Я спросил этого чувака, где мне припарковаться. Он говорит, встань на другой стороне. Но я встал. Я не успел глазом моргнуть, как стоит полицейский и выписывает мне штраф. Который уже уехал. Слушай, как он так быстро это делает? Как неуловимые мстители, блин. Так, мне надо сейчас не забыть сделать фотки. Ооо, Face ID, Face ID. Ясас. Прикол в том, что, наверное, ничего не видно. У нас около 10 разных приложений, в которых мне нужно фиксировать всё, фотографировать всё и так далее. Вот так. Ооо. 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 Ооо! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! О, да! Грязно! У меня два Тайта. И это должно быть больно, да? У меня денег нужно для этого. У меня нет? Немного там. Нет. Нет. У меня есть Тайта. Только 0$. Да! У меня есть? У меня есть Тайта. У меня есть Тайта, 0$. У меня есть Тайта. Да! У меня есть Тайта. У меня есть Тайта. О, да. У меня есть Тайта. Я нужна денег. Ты нужна денег? Да. Я нужна денег, да? Да, ты знаешь, что я имею в виду. У меня есть Тайта? Нет, у меня нет Тайта. Так. У меня единственный, нет? У меня есть одно мою fer lev Gerard. У меня есть pierwsze про него. хорошо что он не напомнил я когда забирал его машину я заплатил за него гибюры ну типа блин для за обработку покупки он купил эту машину на аукционе я ее забирал и мне пришлось чтобы мне выдали машину заплатить за него вот 40 долларов за типа сервисные гибюры вот да и мне выдали ресит мой первый тикет мы убираем пока не выдали ресит сейчас он не должен пойти эти 40 баксов вернуть я совсем забыл про них хорошо что мужик мне об этом напомнил сейчас посмотрим это будет 391.80 баксов вы проверили? это было около 42 баксов да это было я проверил это вчера вот так выглядит их не бюро столько много разных мест и у всех свои правила свои скажем так оплойку как это по-русски ну последовательности своей что зачем там сначала документы потом машину где-то сначала машину нужно бросить потом документы забрать и всегда все по-разному так интересно а вот как-то так у него прикольный здесь мисит техасский бандит очень холодно здесь в Тексасе это что-то новое для меня я из Германии и мы не так холодно так это я заехал на платную дорогу я сначала не знал тут короче этот значок наклейка это типа плата платных дорог то есть они напели даже мне ничего не сказали я поначалу думал что мне потом придут какие-то или на компанию счета или еще что-то не знаю каким образом оплачиваться потом до меня наперло что оно считывается автоматически вот я заехал опять на платную дорогу но вот этого значка там интересного не было я все еще еду по Далласу но они вот там с правой стороны едут по обычной дороге а я заехал в линию платных дорог еду один посмотрим куда то еду здания какие то знали бы что это за здания интересно вот по правую сторону и по левую сторону за забором за высоким плохо наверное правитом лечу со скоростью 120 с пустым прицепом забирать следующие три машины все три с аукционов сейчас покажу расскажу как это дело происходит хотя на в общем и целом на всех похожи но есть отличия короче короче я пришел приехал на аукцион убитых машин там их тысячи 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 ну те кто знает эту тему знают заставили меня одеть желтую жилетку на 30 градусной жале жаре у меня даже язык заговаривается так жарко о еще одна сгоревшая красота В общем, хорошо, что сейчас сухо Я был на подобном месте, когда шел дождь И вот эта вся пыль превращалась в грязь И все как свиньи В общем, сильно жарко тоже не прикольно Градусов 20 было бы идеально В общем, вон он, прямо стою я Мне сказали ждать Меня проверили, все есть Машину мне сейчас привезут Вот он такой Штуки с длинными вилками Штуки Вот кто-то приезжает Вот с такой маленькой тележечкой Сзади машинку цепляют на два колесика и тащат Ну, а мне на этом приходится разъезжать В общем Я сажусь в машину И охлаждаюсь Потому что жара невыносимая Клима на полную И вперед Все Ждем Ждем, пока мне привезут машину Это должно быть большое Если должен быть большой Сью-ми Трак Ну, что-то в этом роде Я не знаю точно Сейчас посмотрим Не факт, что он еще ездит Его, скорее всего, привезут и мне поставят Просто наверх Ну, вот это чудо мне привезли Ударенное в жопу Сейчас надо попросить его, чтобы он мне ее поставил Я, чтобы сделать фотографии Попросил его, чтобы он мне оставил Сделал фотки Теперь надо мне его ловить, чтобы он мне его на прицеп туда загрузил Она типа не заводится Все, сейчас он мне ее поставит Фридом Сьерра Серьезно? Да Резина лысая Куда он поехал? А, типичный американский парень Кузовичок Не надо ничего отполировать Всякая фигня А здесь что интересное? У-у-у-у У-у-у Не знаю, для чего это Ну, да ладно Я думаю, виднее Блин, ну куда он ехал? Он же минил Короче, жду, пока меня загрузят Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok так деньги со все идеально идеально он не поставил я большинстве случаев не так идеально заезжаю на трак а он не поставил и идеально просто во-первых симметрично ровно что правая и левая сторона стоят просто классно но что самое важное передние колеса не нужно чтобы она максимально стояла впереди чтобы у меня было место здесь две ремни пропустить просто лучше не придумать потому что месяц другие две машины нужно будет сзади поместить и они должны влезть в общем я загружаюсь и лечу мне осталось всего два часа я нахожусь под давлением времени где мои перчатки в 4 часа через два часа закрывается второе аукцион мангайме кстати немцам привет аукцион называется мангайм пишется только с 1 м вот и это целая сеть по всей америке аукционов для машин и вот там у меня сейчас две машины там по такому же принципу но там на мангайме они не битые они как правило все почти все нормальные мне на ней нужно быть самому ехать так что сейчас креплю машину вперед стою в пробке жду справа макдональдс со всех сторон и забегаловки он с этой стороны стороны старбакс там щекают ресторанчик и вот прямо вафель желтый такой домик он там все думал у него зайти на никак время не смог найти по-видимому там должны делать вкусные вафли потому что это сеть сеть таких этих забегаловок по всей америке я вижу это все на временном катаясь на машине временно это не особо хватает одни траки больше половины машин одни траки эти большие джипы просто аж ненормально столько этих траков это вообще особенно естественно не в крупных городах а в пригородах мелких городах нужна дорогая не